спасибо саш всем привет собственно о чем пойдет речь я попытаюсь вам передать свой опыт как я как team lead пытался организовать нагрузочное тестирование что из этого вышло мы как всегда не могли не пройтись по некоторым граблям я соответственно вам покажу что это были за грабли как на них не наступить и прямую дорогу к светлому будущему чтобы быстро и просто сделать нагрузку на ваше приложение так поехали опять же да о чем пойдет речь к вам придет заказчик когда-нибудь или вы сами задаетесь вопросом а сколько же собственно ваш проект выдержит а вот вы его делали делали там не знаю несколько месяцев год и вроде все классно вроде все по паттернам по канонам по всему 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 но вот непонятно то есть завтра вы открываетесь идет маркетинговая не знаю нагрузка да к вам приходит рафло и что дальше поговорим о том что будем грузить да как бы есть можно грузить продакшен можно грузить стейджинг что мы выбрали мы и что из этого опять же вышло какие сервисы помогают организовать нагрузку потому что конечно мы живем замечательное время когда не надо ничего особо руками писать кто-нибудь что-нибудь уже сделал нам нужно как минимум это просто настроить ну и конечно как подготовиться да то есть нагрузить то мы можем что с этим делать дальше как это разбирать и что дальше делать ну и опять же что делать если как-то вот немножко вот не получилось и вот ваш поезд в огне и вы в огне знаете когда и вы едете не туда то есть вот что делать если вы когда-то не туда свернули и как из этого выходить и так как было в моем случае нам поставили задачу ребята нужно организовать нагрузочное тестирование поставили задачу вот так просто не в мессенджер пришло сообщение слушайте ребят а вот тут вот сейчас у нас будет аудит и нам бы знать а сколько вы выдержите окей хорошо после там минутных каких-то размышлений переговоров мы приняли такое решение что давайте определимся просто что первым отвалится да как бы потому что нагрузочное тестирование если вот его прям брать целиком то это большая задача нам нужно понять просто что отвалилась первым и насколько мы в проблемах скажем так и и сразу же после этого устала дилемма что мы будем грузить продакшен или стейджинг выбрали продакшен и почему да мы его выбрали потому что буквально первые там результаты google нагрузочное тестирование раэлс или просто какой-то лод да там блог тестинг выдает ссылку на netflix и я прочитал эту статью проникся то есть ребята они очень долго тоже между собой думали как же им делать и в итоге решили что окей давайте грузить продакшен вот замечательная статья советую и прочитать куда-нибудь потом скинем с лайды и посмотрите прям рекомендую опять же если мы захотели поднять стопроцентно стопроцентно такое же продакшен окружение провести на нем тестинг это будет зачастую дороже чем прогнать сами тесты потому что мы же никогда не можем забывать да что у нас на продакшен есть база данных и там есть какие-то данные людей и нам их нужно либо как-то дублировать либо фуссировать в общем что-то делать такое чтобы никому письма не уходили и так далее то есть это вот такая тоже детали очень важная база и самое главное когда нам дают задачу прогнать нагрузку нам дают задачу прогнать нагрузку именно в продакшен понять что же у нас в продакшен не так если у нас упадет стейджинг и у нас там не знаю например не пул в базе стейджинга небольшой ну окей как бы ну поднимем а если у нас пул в продакшене маленький то это уже сильно сильно большая разница и так что же каждому нужно иметь перед тем как начинать прежде всего это метрики это должны быть метрики по визитам пользователей для чего чуть позже расскажу ну и самые банальные по cpu по hdd по памяти по всему вот этому вот метрики именно машин потому что в нашем случае как раз вот они нам понадобились больше всего ну и и первые вторые нам понадобились как бы если они у вас есть замечательно если нету то лучше заботиться этим до того как гнать нагрузку дальше банально опять же вещь для в общем то обычных обычной экосистемы да это учетка ошибок центре лору ролл бар там не знаю honey badger все что угодно мониторинг с убд очень нужен но в нашем случае хватило pg hero это такой замечательный гем для postgres в rails его хватило ну и конечно же у вас должен быть девокс в доступе прям вот сидеть рядом или быть на звонке или что-то такое то есть девокс вам понадобится в любом случае что же можно взять для того чтобы провести нагрузку здесь короткий список пройдемся чуть подробнее каждым из этих сервисов артиллерии это было в комментарии из статьи к локус о локал сте но просто зашел посмотрел не пробовал но в целом как бы ее советовали так что может быть если вас будет когда-то интерес посмотрите что это такое и так яндекс танк самая не знаю самое то что возникает в уме у русского разработчика самым первым до что окей давайте танк сделаем хорошо у них довольно простой интерфейс очень простые настройки можно на локальной машине запуститься то есть если машинка достаточно мощная чтобы организовать сильный лод то почему бы нет в хорошие графики итоговые можно посмотреть что там происходит опять же нам хватило скажу сразу hint что нам хватило ну и можно писать сценарий на g-метр конечно это для рубистов так себе преимущество да но если хотя бы когда-нибудь кто-нибудь там университете java изучал или вдруг кто-то работал на ней то в принципе это вполне себе хорошее подспорье можно написать скрипты собственно работать с этим дальше есть такой сервис владаю они такие черные лошадки на самом деле их много кто использует и как раз таки вот статья netflix а была публика статья о netflix и была опубликована у них довольно хороший еще расскажу они позволяют в триал режиме использовать 5 машина часов это достаточно много на самом деле потому что ну обычно ваш стресс тест не будет занимать больше там 10-15 минут сеанс там можно писать скрипты на селениуме на g-метры на том же и также было заявлено что можно писать на irspec вы можете выбирать либо гнать нагрузку на их а в с серверах и до либо указать свой стек развернуть там кубернает они предоставляют в общем кубернает узкую эту штуку забыл как он называется рецепт и прогнаться соответственно на своих машинах и также у них есть киллер фича то что всю эту штуку можно внедрить как вот тестинг на сей вообще классно как мы до этого не дошли но опять же советую обратить внимание и в итоге последнее до что мы посмотрели это locust locust там все то же самое как бы примерно как flat только это эту вещь можно опять же развернуть на своих мощностях пишите там на питоне примерно то же самое что для рубистов как респект копибара документация замечательно то есть я просто глянул там очень все здорово очень понятно удобный результат просмотра результатов тоже классные и на самом деле вот опять же в русскоязычном сообществе наверное лучшая статья по этому это вот вот это вот опять же скину слайды перейдете посмотрите к сожалению для нас поскольку мы были очень ограничены во времени это решение отпала потому что питон то есть я как-то подумал блин питон как бы поскольку опять же я еще раз скажу да что я этим лид у меня был рубист разработчик которому нужно было задание думаю ну вот он сейчас может взять и сказать чувак от питоне не понимаю в общем и долго делать в итоге мы отказались выбрали flat и того что мы решили сделать окей мы смотрим на метрики выбираем время когда у нас минимальные визиты дальше мы портируем наши респект теста фича который у нас уже есть flat если не получается окей ладно мы берем сирене ум и да и используем там фича capture and replay когда вы входите по сайту диски если прожимаете все это дело кидается запоминается скриптом в этот скрипт выгружаете кладете его как сирением скрипт flat и класс все все замечательно но как говорится не все так просто я отдал парню задачу как бы он ушел и потом говорит слушай тут такое дело как бы flat вот написали статью да она была написана в начале 15 года а теперь там вот такая вот ситуация то что ребята ссоре как бы ну вот ссоре мы все окей ладно говорим хорошо давай сиренеум и да и качаем сиренеум и да и ставим и видим что сиренеум и да и разучился в выгрузку он больше не умеет сохранять скрипты окей хорошо оставим старый сиренеум и да и старый сиренеум и да и дает сиренеум скрипты в версии 2 а flat есть версии 3 привет пока мы как бы окей хорошо откатываемся на g метр и я имел опыт работы на java быстренько погрузил парня говорю слушай смотри вот это вот так вот это вот так тут вот такие импорты все такое он сказал да да я все понял окей потом когда он мне сказал ну все у меня получилось сделать скрипт у нас примерно вот получилась такая ситуация это вот скрин да то есть все прошел скрипт все нормально но вот сверху справа там написано что у нас 00 все лимит кончился то есть он на это потратил 5 машина часов все они прошли привет соответственно вот тут вот у нас уже начало так подгорать довольно сильно потому что но мы сказали какие хорошо нагрузки тестирования хорошо сейчас и сделаем вот flat как бы вот тесты но все у нас было замечательно но вот как бы мост подожгли паровоз загорелся короче что делать что мы придумали окей хорошо у нас уже вот вообще нет времени все мы создали даме pages так называемую как бы ветку взяли самые самые тяжелые паршила свои какие у нас были в проекта напихали специально несколько страничек которые эти паршива открывают соответственно там идет очень много запросов базу мы все каши повырубали все повырубали то есть у нас нужно было вот задача была свалить прям вот свалить рандомные дают данные туда грузили ставили яндекс танк на локальную машину парня у которого есть игровой комп да вот говорим чувак грузи вот соответственно диплоем зовем тут девопса диплоем эти пейджи на прот соответственно там не миграции ничего нет там просто до новые две странички там не 2 там несколько страничек добавляется и грузим сайт как вы думаете что же упало первым первому полу нас пассенджер бесплатная версия пассенджера она очень 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 прожорливая по памяти и у нас просто вот видите самом начале память кончилась ну как бы это это статус ответов да то есть он говорил 503 503 погоди погоди все и помер вот ну окей упал пассенджер хорошо как бы мы его поменяли об этом будет чуть позже соответственно чем собирать статистику да то есть вот вы так или иначе прогнали нагрузку распеком питоном не знаю неважно чем угодно опять же как было заявлено до бесплатные бесплатные решения вот во флаге есть бесплатное решение в нюрелики тоже есть на самом деле trial режим в котором в общем то вам для того чтобы понять что происходит его хватит то есть там видно где какая часть больше времени проводит там postgres от или руби вот написано да там то есть что-то где-то и api какие-то вызовы то есть вот сразу понятно что например у нас там в какой-то момент до руби просто очень так хорошенько тупил вот и его хватает вот этого графика вполне хватает дальше опять же если вы разворачиваетесь на амазоне то вам повезло потому что cloud watch метрики по cpu по памяти и по и зиди по моим там бесплатно и вообще то есть смотрите сколько угодно пожалуйста не проблема да опять же вот вернусь чуть назад в нюрелики есть такая вещь то что там только два дня можно смотреть историю то есть опять же вот нужно просто мониторить и все будет хорошо если вы посмотрите там захотите посмотреть неделю назад вот все на три лет не выйдет соответственно вот у нас был вообще cloud 66 соответственно девопс нам был не нужен и просто на кнопочки жали вот и cloud 66 позволяет удобный довольно такой шорткат что не нужно лезть на amazon он рисует cloud watch метрики сразу и так что у нас в итоге получилось в нашем конкретном случае мы пассенджер заменили на пуму и зажили потому что все хорошо есть на самом деле очень хороший вариант просто купить пассенджер решение платное на самом деле она того стоит то есть мы когда изучали проблему вы смотрели думали заказчиком говорили что ну в принципе как бы если бы у нас не было девок девопса и у нас там не знаю разработчик не мог бы настроить пуму как следует то пассенджерское платное решение она просто отличная они очень хорошо поработали прям советую если у вас вдруг вот такая же ситуация будет и есть деньги фронт-энд полинг зло но это я думаю все и так прекрасно знают он жирает просто любой пул то есть ну как бы это кончается очень быстро печально и зло потому что кончается как правило к ночи вот я не знаю почему но на в нашем сервисе как правило он кончалась к ночи и как бы это это как бы был плавающий такой бак мы думали науки это у нас наверное сайт кик отъедает или что-нибудь но в общем потом выяснилось нет это фронт-энд полинг пока хиру замечательная штука она опять же это ничего не нового как просто сахар над родными пасгрессовыми запросами стата там собирается как бы пока хиру просто в одном месте все это собирает позволяет вам посмотреть какой индекс там не нужен какой индекс наоборот нужен какой запрос чего сколько проводят где и так далее то есть классная очень вещь мы опять же бесплатная вот ну и очевидно до сайте кредит мы заменили на amazon esqs и сюрикен но просто потому что мы как-то собака да мы сидим на амазоне мы совершенно спокойно можем использовать esqs соответственно это нам облегчило загрузка по памяти потому что у редис он что-нибудь да ест особенно если сильная нагрузка он прям нормальный ест и мы просто вы выпачка вались в esqs simple query service и как бы сервис и все у нас было замечательно сюрикеном забавная была история что мы были прям буквально одни из первых ребят кто переходили на него так что с контрибутором так хорошо довольно зазнакомились пока все это делали единственный как бы но довольно большой минус до нашего конкретного опыта поскольку у нас вот пояс горел у нас были select only рейты insert update мы сделали позже но вот не в этот раз ну как бы в этот раз да вот была такая история что нам нужно было как-то как-то выжить банально главный вывод опять же мы успели то есть у нас получилось сделать маневр откатиться на танк в общем то я считаю это было здорово учитывая что на за времени было действительно очень мало опять же собранной статистики вполне себе хватило с головой для того чтобы понять как нам масштабироваться в какую сторону что у нас слабее всего опять же вот на редис убрали да там вот несмотря на статьи замечательные классные с графиками с фотками не знают с котятами но вот нет сейчас готовых сценариев все равно вам придется писать руками свою систему я имею ввиду система обслуживания системы нагрузочного тестирования то есть тут вот надо иметь ввиду что нужно закладывать времени довольно много на это опять же это класс классная штука то есть нисколько не жалеем до что вот у нас такой опыт и на самом деле я прям очень всем советую задуматься и сделать это что-то типа регулярного регулярную такую историю и опять же вот здесь влада и вам может помочь потому что они классные ребята они придумали как это делать хуком в гитхаб не знаю там в релизную ветку делаете они могут запустить как бы класс ну и что тут сказать да если бы я второй раз заходил бы в эту реку то я конечно бы взял локост потому что но питон руби но все-таки это не джава и руби джи метр который да у нас потом пришлось использовать блока замечательная штука особенно учитывая что вот недавно вышла статья где очень очень подробно ребята разбирают что это как это с чем то есть и так далее опять же да в чем в чем вдохновлялись здесь не столько вдохновление сколько то что вот я сейчас уже с некоторым опытом могу вам сказать что вот по этим ссылкам лежит классная штука обратите внимание что последняя ссылка это просто блок и ребята на самом деле молодцы они активно его ведут они в это прям вкладывают деньги видно у них хороший технический писатель очень советую туда заходить и смотреть меня в принципе все вопросы спасибо тем спасибо ребят задавайте вопрос у нас за самые интересные вопросы будут маленькие сюрпризы и подарочки зима тебе придется выбрать самый хороший вопрос хорошо я вас вижу спасибо а хотел узнать почему passenger изначально выбрали и нагружали ли пуму и когда нагружали что отвалился в этом случае да спасибо за вопрос на самом деле passenger идет в коробке с cloud 66 то есть когда ты туда разворачиваешься они говорят хорошо вот тебе passenger и там выбрать по вам даже особо нельзя было когда мы создавали по крайней мере bundle вот пуму грузили и после пуму у нас отвалились как раз connection пулы то есть потом connection пулы починили увидели что редис что-то многовато есть давай-ка мы его вынесем его после того как редис вынесли мы добились примерно того трешхолда который нам в принципе нужен по нагрузке то есть мы знаем что да мы конечно потом можно мы наверное потом свалимся но как бы вот этот вот лимит по запросам там в минуту мы не скоро выберем поэтому на этом успокоились сколько вас я сейчас начал туда потом кого мир держи короткий вопрос а сколько всего но запросов то получилось на то есть воды вообще чуть-чуть на самом деле вот первая первая часть там буквально что-то типа 2000 в час да 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 там прям мы так так еще вопросы прям там беда было спасибо за доклад здесь скажи пожалуйста вот например в с фритере дает 750 машина часов в месяц вы не рассматривали решение самым самим поднимать на вас просто машинки потом ну на самом деле тут вопрос такой что вся эта информация на открывалась по ходу движения то есть когда вот мы уперлись то что они например респект не едят матрики а блин чё делать вот то есть изначально мы думали но сейчас мы буквально там за три часа просто вот мы у нас был как раз окошко там с 10 до 12 по у нас было окошко и я говорю прям в этот ну не в этот же день на следующий день говорю хорошо мы примут на следующий день запустим и все будет классно ну вот не получилось как бы да вот поэтому ну я бы все-таки наверное во первых там у них очень хитрого amazon они очень хитрые ребята они как бы дают 750 часов но определенной машины то есть там как-то в общем у них ты же только сеть будешь вас нам использовать там нужны машины нужны ну почему просто нужен ходить ты по всему этому это же скрипты они исполняются у них то есть там в общем то короче просто до нас до этого не дошло опять же да у нас оказалось что у нас один из разработчиков у него есть геймовая машинка и она такая прям современная то есть этим летом было вот и подумали все классно халявный халявный cpu спасибо за доклад у меня вопрос такой есть у нас ситуация была немножко обратно на сначала все упало потом стали разбираться почему и что интересно у нас спал external api то что называется то есть внешние сервисы дам и вот у вас вопрос у вас но по сути ваш тест не вы был наш проблем не выявил бы первое потому что вас был чтение и как вы организовали потом тот процесс продакшен тестирования который завязан на реальный external api то есть платежный шлюз там какой-то single sign in hot . ну вот платежный шлюз сразу отвечу мы его не трогали потому что наш платежный шлюз он не позволяет перечислять порожняк скажем да то есть там 50 центов нужно обязательно переслать и но это прям ощутимая получалась сумма то есть мы его не затрагивали а в остальном мы использовали вот у нас в поиске используется за боку называют сервис поисковый сервис прям забыл напрочь вот но мы его использовали данным там на самом деле все очень просто в нормальном сервисе упираешься в кэш их то есть там все таки ну плюс минус какие-то типовые вещи именно в сервисы бьются ну вот в нашем случае у нас там типовые вещи были то есть мы искали одну и ту же фразу и так далее мы в кэш и упирались уже ребят и опять же у нас такая но относительно изолированная получилась история понятно спасибо еще вопрос есть а бегу 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 привет у меня вопрос connection пулы чего там у вас кончались в базе к базе и как как так получалось что не кончались из-за чего очень просто сессия стоял оставалось висеть у нас когда идет запуск ну заходишь на страничку у нас notification это connection пул и сессия если остается висеть пока все это дело происходит как бы одна сессия у нас плюс 1 отжирается всегда к базе и так n плюс 1 n плюс 1 1 1 1 1 1 соответственно все это дело вздыхало ну и в час как бы это не столько даже от тестов пришло сколько мы поняли что происходит именно потому что именно вот выбивались они так вот в реальной жизни да именно от людей которые открывали вкладку и уходили от компа и у них эта вкладка висела соответственно пул висел потому что ну не пул висел connection висел к базе потому что пулинг у нас там каждый не знаю 30 секунд или сколько-то он с этой вкладке отправлял запросы отправлял управлял управлял как бы там вкладка могла висеть у человека месяц например или две вкладки он откроет или 10 вкладок откроет и будет еще 10 конечно пулов connection пулов выбита тут не понял какой пул каждый раз когда у тебя сказал у вас там полинг правильно да то есть у вас нас фран фронт-энд как бы периодически опрашивает да да то есть это как бы одиночные запросы с одной вкладке с одной вкладке то есть почему почему выдался connection пул потому что открываешь 5 вкладок у тебя уже пять соединений с базы они у тебя остаются висеть ты уходишь от компа еще пять открываешь еще мужа не висят если там полинг я не понимаю так там периодичность у тебя каждый 30 секунд идет 5 запросов туда уходит вбивается 5 connection или я что-то капитально путаю ну ладно я потом подойду спрошу да 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 дим ну что кому подарим на самом деле про connection пулинг я могу сказать потому что я прям таки растерялся как видите дружище держи интересный вопрос спасибо давайте поаплодируем земля очень интересный доклад а пока готовится следующий докладчик я напомню что в конце у нас будет серия лайтнингов если вам есть что-то рассказать там в пределах пяти минут